Пастор Вячеслав Шитик Пастор Вячеслав Шитик Пастор Вячеслав Шитик Вопрос, может быть, для того, чтобы начать наш диалог, и он несколько звучит абстрактно. Как вам кажется, что более важно, делать правильные вещи какие-то, либо же проявлять послушание Богу? Я думаю, что послушание Богу очень важный момент. Помните, Христос, когда его предлагают ему делать как бы правильные вещи, Петр говорит, все ищут тебя. Он, проведя ночь в молитве, идет и говорит, пойдем в другие селения, нам надо и там проповедовать. Исполнение воли Божьей, если разобраться, является самой правильной вещью. Кто-то правильно сказал так, сказал человек, нет хуже ничего, чем делать хорошо те вещи, которые не надо было делать вообще. Как расценить добро или любовь в глазах жены? Это если я дарю ей не мясорубку, которая выгодна мне и ей, а цветы, которые нравятся ей. Мы бываем очень прагматичны, и мы пытаемся делать добро на своих условиях, как нам это кажется правильным. Но Библия неизменно говорит о том, что добро – это угождать Богу. Делать правильные вещи – это угождать Богу, это делать по воле Его. Большинство даже конфликтов, если разобраться в наших семьях, они потому что мы на своих условиях делали добро людям, и поэтому еще сильно поплатились. Угождение Богу является правильной вещью, потому что мы, что мы берем за критерий истинности? Истина – это неизменная реальность. Это то, что работает независимо от представления наших заявлений. Вот слово – истина. По сути, исполнение Слова Божьего является правильной вещью. Я лучше так, наверное, отвечу. Спасибо большое. Спасибо. Действительно, это очень актуальный вопрос, потому что мы иногда думаем, что делать правильные вещи, даже те, которые говорит Бог. И у меня вопрос с Саулом всегда почему-то перед глазами стоит. Он делал правильные вещи. Он молился Богу, он поклонялся Богу, он жертвы приносил Богу. Но этого было недостаточно. И хотелось бы, чтобы мы понимали, что слушать Господа и реагировать на Его запросы важнее, чем просто делать правильные вещи. В связи… Вы знаете, вот это время, коронавирус, эпидемия, пандемия, точнее, она сегодня вносит свои коррективы в жизнь. И даже тот факт, как мы проводим наше служение, это свидетельство того, что время меняется. Как вы думаете, вот некоторые люди спрашивают, испытание веры. Является ли это испытанием веры? И как оно проявляется, и как верующему человеку нужно реагировать? Я попрошу коротко ответить пастора Владимира и пастора Василия. Оно является испытанием веры однозначно. Любая ситуация, люди говорят, дайте мне четко понять, это испытание или искушение. Но Библия, когда говорит об искушениях, испытаниях, говорит о том, что это две стороны одной монеты, скажем так. То, что мы рассматриваем часто как искушение, является испытанием от Бога. Если мы это проходим достойно, пред Божьим лицом, угождая Ему, это является испытанием. Если мы провалим это, это было искушение, которое мы не пришли. И если разобраться, друзья, на самом деле самые наши трудные такие вот ситуации в жизни, именно они кристаллизировали нашу веру, формировали наш характер. Давид, например, говорит, благо мне, что я пострадал, что научиться мне путям твоим. Казалось бы, благо или хорошо, что пострадал, странный как бы разворот событий. Благо. По своей жизни знаю, что именно в самые тяжелые времена я искал Бога. Частое страдание является катализатором Бога искания. Помните, 11 сентября, когда самолет залетел в здание Близнецы, статистика посещения церкви возросла конкретно в первые же даже дни. Сейчас, если мы берем Украину, Восток Украины, там церкви растут. Там плохо, но там церкви растут, интересно, что люди много обращаются к Богу. Соломон говорит, при печали лица сердце делается лучше. Если разобраться, друзья, большинство наших хороших моментов приходили в нашу жизнь. Не потому, что было наше «хочу», не потому, что были яркие эмоции, а именно в страдательных моментах выливался наш характер. И Соломон говорит, при печали лица сердце делается лучше. Что мы рассматриваем успех? Успех – это когда у меня все, я одета, будь, я козырный. Или когда мой характер становится лучше. Бог неизменно хочет нас не просто благословить на наших условиях, хочет вылить из нас характер толковый. И Бог, если разобраться, вера, друзья, послушайте, вера – это не скафандр, который защищает верующего от всяких пандемий даже. И Бог даже испытывал всех, и даже Сын Божий, Иисус Христос, испытаниями написано, что общий навык послушанию, это о людях, Христос тоже не избежал этой участи. Он был испытан. Спасибо большое, пастор Василий. Ну, в принципе, Владимир, Владимир, то, что сказал, я полностью поддерживаю. То есть я вижу обстоятельства, которые происходят у нас сейчас в мире – это испытание нашей веры. И наш ответ, он либо докажет нашу веру, либо действительно покажет провал нашей веры, и таким образом будет нашим искушением. Друзья, мы должны целенаправленно смотреть на все те обстоятельства, которые происходят в нашей жизни, как испытание нашей веры. 25-й псалом, 2-й стих, говорит «Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». То есть вот этот стих, он говорит о том, что «Проверь меня, проверь меня, насколько я действительно отвечаю своим словам и тому, что я декларирую». Поэтому интересно видеть в сегодняшних обстоятельствах, кто чем живет. Христиан, которые говорят одно, а живут в страхе. Я вижу верующих людей, которые реально начинают задумываться о смысле жизни, потому что они понимают, что их жизнь зависит от обстоятельств. Поэтому я верю в то, что сегодняшние обстоятельства, которые мы видим, происходят в мире – это действительно испытание, испытание нашей веры. И то, как мы отреагируем на них, либо будет искушение, на которое мы поддались, или же это будет прославление Божьего имени, когда мы указываем другим на Христа. Поэтому очень надеюсь, что все мы прославим через эти обстоятельства. Спасибо большое. Вы знаете, вот это состояние, через которое мы проходим сейчас, испытание, я бы тоже назвал бы это, с одной стороны, с другой стороны, это возможность и послужить. И вот в связи с этим такой вопрос, и я бы попросил ответить пастор Владимир и Ярослав. Вот люди спрашивают, если кто-то не боится этого вируса, они чувствуют себя, ну, как бы, более беспечно. Как поступать в отношении тех, кто на самом деле тревожится, боится? Как мы, как верующие, которые уверены в Божьей защите, мы знаем, что ничего не может случиться без воли Божьей, что волос из головы нашей не упадет? Как мы можем поддержать тех людей, которые в тревоге, в безопасности, то есть в опасности, чувствуют вот такое волнение, в депрессию даже упадают? И я буквально вчера прочитал New York Times, говорит следующее, что сегодня страшнее становится не сам коронавирус, сколько страх и депрессия, связанные с этим. И уж действительно можно согласиться с этим. Что вы думаете по этому поводу, по словам? Спасибо. Друзья, я сегодня говорил, что Иисус Христос явился ученикам, которые были в тревоге, которые были запертыми дверями, и Он сказал, мир вам. Друзья, важно, чтобы мы, как служители, и я, как служитель, заходя в дом, припустим, моих даже братьев и сестер, или просто знакомых, я мог принести этот мир, удивительный мир, который, помните, как Христос говорил, мир мой даю вам, не так, как мир, я даю вам. И вот этот мир, удивительный мир, в котором, в моем сердце, я могу поделиться с людьми. Я могу им помочь практически, но сегодня, вообще-то, не так просто, тебе двери даже не все откроют. Я должен вести себя так, чтобы люди меня поверили. Я очень часто говорю в нашей группе прославления, когда вы уходите перед людей, делайте это так, чтобы поверили вам люди. И я хочу сегодня, в это время непростое, ну, быть этим миром, быть этим добрым словом, прийти в сердца, которые беспокоятся сегодня, и просто от имени Господа успокоить, сказать доброе слово, помочь добрым делом. Возможно, заговорить первый раз к своим соседям, наломанной какой-то там мове, или языке, или лэнгвич. Вот я так смотрю на это. Спасибо большое еще. Да, если, говорит, кто-то боится, кто-то не боится, ну, правильный, мудрый подход будет, это, Библия говорит, мудрый видит беду и укрывается. Они опытные идут, впервые наказываются. То есть мне саму нарываться, там, ходить без маски, там, все время, это искушением Господа будет. Это глупость будет, на самом деле. Потом винить Бога о том, что почему-то я не бодрствовал, образно говоря, если я на красный свет перехожу улицу, и меня сбил грузовик, потом говорить, как ты, Господь, не защитил, это, это глупо будет. В тот же момент, если Библия говорит о страхе, Библия говорит о любом страхе, как идолопоклонническом. Единственный страх, который котируется, Библия, это страх Божий. Христос говорит, не бойтесь того, кто может тело погубить. Идет речь о всем, всем, что тут на горизонтале. Бойтесь того, кто может тело и душу погубить. Душа имеется в виду за Бога. Божий страх, это самый правильный страх, который есть. Божий страх, Библия говорит, что-то не делать зло. Это ходить перед Ним, это угождать Ему, исполнять заповеди Его. В тот же момент, как ободрять людей можно, друзья, надо говорить, одно из самых лучших ободрений человека, друзья, это научить его правильному мировоззрению о Боге и о человеке. Дать понять человечество греховное, реальное. Мы можем даже поплатиться за грехи. Дать понять суверенность Бога. Суверенность Бога – это одна из самых утешающих доктрин, когда мы понимаем, что Бог допускает, чтобы сделать на добро. Когда Бог утешал Иова, это книга, в которой мы думать можем, многие подумают, что книга страданий. Нет, это книга вере вопреки любое страдание. И Бог, утешая Иова, утешил своим присутствием. Мы можем сегодня людям попросить, предложить читать Слово Божье. Можем говорить Ему о двух фундаментах. Слушал-исполнял, слушал-не исполнял. Можем объяснить, что исполнение Богу, Божьих заповедей, поможет выстоять в любой ситуации. И Дом представляет в этой иллюстрации Христос, когда ее рисует. Объясняет, представляет нашу жизнь. И мы можем человеку говорить о великой реальности, друзья, о Духе Святом. Дух Святой – утешитель. Можем все вместе помолиться. А молитва – это является момент, в котором мы приходим к человеку, к Богу с человеком этим. Когда-то я терял за один месяц свою сестричку родную от рака лимфосистемы и папы от алкоголизма. Они умерли оба в течение месяца одного, за 29 дней. Если бы не Бог, утешения нет у другого. Люди, как книга Иова говорит, пустые утешители. Мы можем приведить людей к Богу, попросить, предложить молиться, читать вместе, предложить читать Слово Божие, начать обращаться к Богу в эти тяжелые дни. Спасибо. Но это идет речь, и вы говорите о духовном аспекте, и это действительно так, это имеет смысл. Но вот некоторые люди спрашивают, как быть у практической жизни, когда речь идет о том, что одни могут подать руку, другие боятся подать руку. Как мы должны относиться к тем людям, которые окружают нас, вот как верующие люди, пастор Василий? Ну, я думаю, что в этой ситуации каждый человек поступает по мере своего понимания и по мере своего убеждения. Но страх не должен двигать человеком в любом случае. То есть, мы видим на примере апостола Павла, в его ситуации, он, будучи в тюрьме, он вдохновляет людей, он говорит о том, что если я остаюсь на этой земле, я проповедую Евангелие Христа. А если он меня забирает себе, так это же еще лучше. Так чего здесь бояться все? То есть, вот как Владимир сказал, действительно, не надо нарываться на глупости, нужно соблюдать нормальные, разумные, логические правила. Но когда ты движим страхом, это может быть греховным состоянием, недоверие Богу. Поэтому, когда человек принимает разные меры предосторожности и отличается от тебя, то один из первых вопросов, чем он движется. То есть, если он движется просто другим пониманием, может быть у него повышенный риск заболевания болезнью. Это нужно уважать, это нужно понимать и не нужно человека винить. Но если мы, как служители, видим, что человек действительно движим страхом, то это духовный вопрос, который нужно помогать ему выходить из этого состояния. Поэтому нужно, как мне кажется, различать разницу в подходе практическом и насколько это духовный вопрос. Слово Божие говорит, что немощных в вере принимайте без спора о мнениях. То есть, идет речь о том, апостол Павел еще больше говорит, что если я вижу брата моего соблазняющимся, то я не буду ни есть, ни пить, чего-то там, еще что-то не буду делать ради немощи брата моего. И когда Иисус говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением и ближнего, как самого себя, имеется в виду, что мы должны понимать тех, кто рядом и у кого, может быть, нет той веры, которая есть у нас, нет той свободы, которая есть у нас, нет той смелости, которая есть у многих из нас. Тем не менее, мы должны уважать их, ценить их и, так сказать, следовать обычным правилам поведения, гигиены и этики, эстетики в этом плане. Спасибо большое. Вы знаете, в контексте вот того, что происходит, очень много говорят о последнем времени сейчас, причем верующие и неверующие. Говорят, что атеист до первого, как это, с такого стресса в самолете, там дальше продолжается, я не буду цитировать это сейчас, но действительно, сегодня люди начинают задумываться о том состоянии, в котором они находятся и пересматривать свои жизненные позиции. Буквально вот недавно одна моя знакомая, которая достаточно занимает высокий пост или позицию на Уолл-стрит в Нью-Йорке, достаточно образованный человек, широко развитый, говорит, что последнее время, наверное, что-то, потому что к чему-то люди готовятся. А другой собеседник на Фейсбук говорит, ты что, серьезно, разве можно в эту глупость верить? Вот как вы думаете, вот у нас есть вопрос, как вы думаете, есть ли это уже последнее время, насколько мы близки к пришествию Иисуса, пастор Вячеслав? Только так, коротко, давайте, будем, да. Шаги Христа близки. И Христос предупреждал и говорил о последнее время, что... Христос нас предупреждал и говорил о том, что в последнее время будут разные глады, моры, землетрясения, что-то такое необычное, с чем мир еще не сталкивался. И поэтому, это случается, мы видим, что Христос идет. Слово Божие, мы не знаем, когда Он точно придет, только говорит о том, что бодрствуйте и молитесь, ибо вы не знаете тот час. Это сокрыто от нас, наверное, для того, чтобы мы бодрствовали и молились. Поэтому приход Христа скоро будет. Ученики ждали Иисуса Христа, как только первое время христианства, они уже ждали, что вот-вот-вот Христос придет. Даже было такое время, что они продавали свои имения и ждали Иисуса Христа. Вот, поэтому Христос скоро придет. У Бога есть свое время. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще прошу, пастор Василий. Я коротко хочу добавить, что здесь есть много разных мнений, трактовок, пониманий. Кто-то верит, что, например, вознесение церкви будет до великой скорби, кто-то во время, кто-то после. И от этого тоже отталкивается в своем понимании последнего времени. Но хочу поддержать пастора Вячеслава в том, что, друзья, мы должны ожидать возвращения Христа. Мы не знаем, когда это произойдет, но мы знаем, что мы должны находиться в ожидании Его возвращения каждый час, каждую минуту. И хочу сказать о том, что то, что Он еще не вернулся, это проявление Его любви. Аминь. Это проявление Его любви. Он же хочет, чтобы максимальное количество людей услышали о Нем, услышали Евангелие Христа. И Он задерживает свое возвращение. Поэтому, друзья, понимайте, что Бог есть любовь, и Он в этом проявляет свою любовь. А вернется Он скоро. Друзья, буквально, вы знаете, мой отец, это была любимая проповедь его о последнем времени. И моя мама вспоминала, как после Второй мировой войны, когда они были юными еще, молодыми. И после очередной встречи, вот такой, на тему последнее время разговора, говорит, мы с сестрой шли домой и думали, дойдем домой или не дойдем, или Христос уже перейдет. Многие смеются, говорят, зачем так пугать людей. Но я вообще-то за своим отцом. Я считаю, что лучше перебрать в этом вопросе, чем не добрать. Я считаю, что все-таки, чтобы люди были готовы встречать Христа. И то, что мы сегодня видим, моему отцу даже не снилось. Пожары в Калифорнии, пожары в это, где-то, вот то, что было недавно. Целая страна, говорят. В Австралии. В Австралии. Вот то, что происходит, ну не было другого. Друзья, если бы нам сейчас выдали статистику, сколько землетрясений происходит в штате Вашингтон, зафиксировано, мы за голову взялись. Это же статистика. Поэтому, читая Писание, смотря на статистику, мы уже говорим о том, что Христос идет очень быстро. А кто еще смотрит за Израилем, тот уже готов Христа встречать. Спасибо большое. Вы знаете, очень много говорят люди о втором пришествии, когда это будет. И мы, как люди, естественно, хотели бы знать как можно больше подробно и уже приготовиться. Но вот что интересно, Христос говорит, не ваше дело знать времена и сроки, не наше дело это. Какое наше дело? Наше дело быть всегда готовыми. И пусть Господь благословит нас быть действительно всегда готовыми. Более того, не просто сидеть сложа руки и быть готовыми, а исполнять Его волю. Спасайте обреченных или взятых на смерть. Обреченных на смерть. Сегодня много людей, которые живут во тьме, действительно в кромешной тьме. И сегодня, как никогда, важно исполнять то, что говорит повеление Иисуса Христа. Спасать, помогать, поддерживать, светить, быть светом. И не думать. Конечно, думать где-то, но не жить вторым пришествием. Мы должны жить сегодняшним днем для славы Божьей, чтобы когда Он придет, мы были всегда готовы. Спасибо большое, Владимир. Еще один вопрос к вам. Вы живете в Украине, у вас есть семья. И вот люди спрашивают, хотелось бы услышать от вас, как вы проводите практически время с семьей. И как вы помогаете детям любить или помогли детям, внукам, наверное, полюбить читать Священное Писание, Библию. Внуки у меня впереди, даст Бог. Оксана моя сейчас беременная, и дочка моя старшая тоже беременная. Очень здорово. Да, дочь моя вышла замуж этим летом. На внуков буду влиять, может быть, даст Бог. А с детьми было так всегда. Ну, мы проводим время много вместе. И при том, что я занят, у меня бывает вечер какой-то, и мы вместе собираемся, куда-то выезжаем. Если это конференция по территории Украины, то я тоже детей забираю с собой. И все не против, чтобы я приехал с семьей, и это всем нравится. Кардеутро, особенный момент, если говорить, как учил читать Библию. Первый, наверное, момент обучающий, это дело примера, потому что, ну, они смотрят просто на меня, как я. И если мне эта цена, то потихонечку у них эта ценность тоже прививается. Читают они, там, если брать Таня, она Богоискатель. Слаик, мой Богоискатель. Давид тоже. Слаика взял с собой д-группу в подотчетность. Я подотчетил ему, что мне Бог открывает, что ему открывает. Давид, группа такая, д-группа, так называемая группа стремящаяся. Тоже подотчетность. Давидик мой спрашивает, ему сейчас 13 лет уже. Спрашивает, может спросить меня, как я, папа, что тебе Бог открывает. Любочка маленькая. Прошу прощения, вот каково это, когда ребенок 13 лет, или маленькая Любочка, подходит и папа. Как это ты, пожалуйста, отчитайся. Каково ощущение? Ощущение, если брать Любочка, она еще не спрашивает, что ты читал. Но с Давидом, с Славиком у нас договоренности, что мы, пап, как дела. Они обычно не спрашивают, я этот он задаю. Они, наверное, чувствуются, как папа, может быть, потому что он знает, что я буду читать. Ответ будет всегда одинаковым, приблизительно. Как сеялось это? Селось личным примером, друзья. Там, где не работает ничего, вот эта эпоха цифрового поколения, это работает только личный пример. Они не слышат, выполняй. Они слышат, соучаствуй. Поколение такое. Но было время, когда все поменьше, а не все, это когда завтрак у всех один, каша овсяная, мы вместе едим, я открываю Библию. Это 15-минутные моменты, 15-минутный урок. Читается Библия, мы детскую читали обычно, тогда всем, и вопросы задаются просто по уровню кардового богословия. Что может Таня сказать, что Славик, что может Давид сказать, Любочке там детский вопрос вообще заходил. 15 минут, казалось бы, маленький промежуток карды утра. Но вот это все они, по чуть-чуть, я верю, так называемый принцип солями, это большое объемное задание, надо разрезать на маленькие кусочки. Я понимаю, что есть какой-то день, там, поклоняй Богу, это хорошо, мы тоже практиковали, но лучший момент, это каждый день, по чуть-чуть по утрам. Это то, что прививалось. Сейчас уже это утро, собрать их трудновато. Славик уже огромный, метра 92 роста, может, меня обнимает крепко. Таня замужем, муж-богоискатель, я с ним тоже в Д-группе. То есть я держу руку на пульсе, стараюсь. Один из лидерских принципов есть, если тебе что-то не нравится, надо вмешиваться, и я все время вмешиваюсь. Я, я лезу в их личную жизнь, договариваюсь, прошу, увещеваю, Бог, главное, реальности. Правильно, правильно, потому что Слово Божье говорит, для нас авторитет Слово Божье, все согласны с этим, правда? И Слово Божье говорит, настав юношу в начале пути его. И когда придет вот такое испытание, которое мы проходим сейчас, он не свернет, потому что он наставлен в юности своей. Кстати, Christianity Today журнал провел такой опрос, и оказывается, большинство людей принимают Иисуса Христа в юности своей. Потому что потом сломать собственную парадигму жизни очень сложно. Хорошо. Знаете, опять возвращаемся к тому, что происходит вот сейчас вокруг нас, и поставили следующий вопрос, который вот пришел ко мне. Человек задает, к сожалению, я прошу прощения, я не знаю имен тех, кто задает вопросы, именно телефоны специально не озвучиваю, но будьте внимательны, если это ваш вопрос, надеемся, вы получите ответ. Вопрос звучит следующим образом. Имеем ли мы право просить, настаивать, требовать у Бога остановить пандемию? Что, если это его специальные действия для всей земли? Бог что-то делает, а мы просим его этого не делать, пастор Василий? Ну, во всех вещах нам нужно понимать Божью волю, и да, Бог мог бы послать эту болезнь, как для того, чтобы встряхнуть общество, встряхнуть мир, и обратить внимание на себя. И это не является эгоистичным каким-то движением с его стороны. Мы видим, в Ветхом Завете говорилось о том, что вот я твоих юношей преследовал, войны велись, но все равно ты не обернулся, все равно ты не покаялся, все равно ты не обратился. Поэтому, безусловно, это может быть одной из формы того, что Бог таким образом нам разрешает встряхнуться и перефокусироваться на Него. Но хочу сказать, что в большинстве случаев я верю, что такие вещи происходят не потому, что это целенаправленное действие Бога, а потому что Бог разрешает этим вещам произойти. И чаще всего это происходит из-за того, что мы живем в греховном испорченном мире. Мы живем в мире, который не функционирует так, как он мог бы функционировать из-за греха. В нем есть смерть, в нем есть грех, и оно не работает так, как должно быть. Если попытаться дать определению греху или по определению страданию и вот этим пандемиям, это часто отсутствие Бога. Вот когда Бог свое присутствие отдаляет от нас, у нас происходят всякие такие вещи. Поэтому можем ли мы просить о защите? Абсолютно. Можем ли мы просить о том, чтобы Господь остановил какие-то вещи? Да. Но в то же время мы должны понимать, что все в руках Божьей. Это Его воля. И нам прежде всего нужно понять эту волю и быть готовым услышать тот ответ, который нам может и не понравиться. В этом проявляется доверие Богу. Спасибо большое. Еще кто-то хотел бы что-то сказать очень коротко. Друзья, я хочу сказать, что мы не знаем до конца, какие планы у Господа. Но я, когда читаю статистику или смотрю, позавчера Виталий умерло 623 человека, сегодня почти 800. Я думаю, сколько из этих людей уйдут Господу, сколько уйдут в ад. Я как отец, я как муж, я как дедушка, мне жалко мою семью, мне жалко моих детей, мне жалко моих друзей. Я не знаю, какая воля у Бога. Но я хочу быть заместителем, я хочу быть заступником. И я буду просить Бога, чтобы Он остановил. Да, пожалуйста. Не забывайте включать. Но это естественно для нас, людей, чтобы мы просили защиты у Бога от этих болезней, от этой патемии. Потому что у нас есть сострадание, у нас есть боль. И много мест священного Писания, Моисей, он заступался за народ. Бог наказывал народ, но когда он заступался за народ, просил милости, Бог останавливал. И может быть, даже может быть, если бы не было этой молитвы, дальше бы шло это поражение. Давид. Во время Давида были такие моменты тоже, когда совершались жертвы, приношения, и останавливалось это поражение. Это естественно. Мы должны молиться и верить в то, что Бог готовит. Силен остановить это. Я хотел бы добавить два стиха, о которых сейчас вспомнил филиппийцам. Четвертая глава, шестой и седьмой стих говорит следующее. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть мы говорим о том, о чем мы молимся, к чему стремится наше сердце, что бы мы хотели. И второй и второй стих. Есть определенные условия реакции Божьей. То есть есть вещи, которые предотвращают от того, чтобы он слышал наши молитвы или исполнял наши молитвы. И это барьер, который мы создаем. И смирится народ мой, который именуется именем моим. И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих. То я услышу с неба, и прощу грехи их, и их целю землю их. Поэтому да, мы должны и можем просить, но мы должны не забывать о покаянии, об обращении худых путей и искании лица Божьего, его присутствия. Действительно, это очень важный момент, друзья мои. Это действительно важный момент. Бояться, или точнее, не говорить это преступление. Бог хочет, чтобы мы стояли у пролома за Его народ. Даже если Он допускает наказание или какие-то стихии. И в данном случае, вот пандемия. Это наша обязанность. Бог заложил эту обязанность у нас. А Он, будучи милостивым Богом, уже реализует. Более того, вы знаете, помните, Иисус Христос молится и говорит, «Доминует, если возможно, чаще сия меня». Иисус молится об этом. И это нормально. Бог его посылает в Неневию. Он сопротивляется. Потом еще и Бога упрекает. «Я знал, что ты так поступишь». Но именно через вот эту проповедь, три дня и три ночи, и Бог уничтожит ваш город, они привели Неневию покаяние. То есть мы обязаны стоять в проломе. Мы обязаны говорить. Мы обязаны молиться. И даже такой момент, когда Моисей, или Бог говорит, что я уничтожу этот народ, правда, а Моисей говорит, нет, говорит, ради того, чтобы не поносилось имя Твое. Но если будешь уйти, то и меня тоже не стоит оставлять. Вы понимаете, вот это наша прямая обязанность. Пусть Господь благословит. Во время нашей программы прозвучал вот такой вот момент или тезис, и был, наверное, не совсем правильно понятым или трактованным. Кто-то из нас сказал, что не бояться вируса, это значит быть беспечным. И это не совсем правда. Это действительно не совсем правда. Быть беспечным и бояться, это, как в Одессе говорят, это две большие разницы. Вы знаете, с одной стороны, мы не должны бояться, но с другой стороны, страх заложен Богом в наши сердца тоже. И страх – это как элемент самозащиты. И мы должны проявлять разумную долю страха, но мы не должны быть в панике, мы не должны быть в ужасе. Мы, потому что с нами Бог. А не бояться и быть беспечным, как уже было сказано, это очень большая разница. Беспечность – это всегда пренебрежение, это всегда неуважение, это всегда отсутствие мудрости. А Бог призывает нас к мудрости. Пожалуйста, еще кто-то хотел бы что-то добавить, может быть, очень коротко. Можно, наверное, к вопросу насчет пандемии, которая есть, что происходит с духовностью просто? Да, пожалуйста. Сегодня просто, друзья, послушайте, свидетельство доктора, зовут ее Юлиан Урбан, 38 лет, доктор в Ломбардии, Италия. Его свидетельство, то, что он написал у себя на социальной страничке. Еще две недели назад мы с коллегами были атеистами. Это было нормально, потому что мы врачи, и мы знаем, что типа наука исключает существование Бога. Я всегда смеялся от моими родителями, идущими в церковь. Девять дней назад нам поступил 70-летний пастырь. Он был добрым человеком, у него серьезные проблемы с дыханием, но у него была Библия, и он произвел у нас огромное впечатление. Он читал ее умирающим, держа нас за руку. Мы были уставшими, психологически, физически обессильными, потерявшими надежду врачами, когда смогли его послушать. Никогда даже в самых мрачных ночных кошмарах я не представлял, что смогу увидеть и испытать то, что здесь происходит в нашей больнице в течение трех недель. Кошмар нарастает, как река становится все больше и больше. Сначала больных было несколько, потом десятки, затем сотни, и теперь больше не врачи, мы сортировщики на ленте. Мы решаем, кому жить, а кого отправлять домой и умирать. Даже если все эти люди платили бы итальянские налоги на протяжение всей жизни. Теперь мы должны признать, мы, как люди, достигшие своих пределов, мы не можем больше сделать, чем могли бы. Умирает все больше людей. Мы измотаны, умерло двое наших коллег, другие заразились. Мы слышали эту статистику, да? Мы поняли, что здесь человеческие возможности достигли предела. Нам нужен Бог, и мы стали его просить, у него помощь. Когда у нас умерло, появлялось несколько свободных минут. Мы разговариваем друг с другом. Не можем поверить, как свирепые теисты теперь каждый день в поисках мира просим у Господа помощи, заботиться о больных. Вчера умер 75-летний пастырь. Несмотря на то, что в последние три недели здесь было более 120 смертей. Мы были полностью истощены. Он сумел, несмотря на свое самочувствие, из нашей трудности принести мир, который мы уже не надеялись найти. Пастыр пошел к Господу, и скоро мы тоже последуем за Ним, если так будет продолжаться. Я не был дома 7 дней. Я не был 6 дней. Я не помню, когда я последний раз съел. Я осознаю свою бесполезность на этой земле, и хочу сделать свой последний вздох, помогая другим. Я счастлив, что вернулся к Богу среди страданий и смерти моих собратьев. Вот катализатор духовности 100%. В связи с этим вопрос, что мы можем принести нашим неверующим соседям и друзьям в это время? Обличение или утешение? Как это лучше сделать, мостер Василий? Я попрошу коротко всех. Я думаю, что и то, и другое имеет место. Очень часто сейчас слышишь перекошенное Евангелие. Евангелие, которое фокусируется только на том, что вот тебе в мире и так много проблем, приходи, мы тебе будем только ободрять, только вдохновлять. И это ничем не отличается от мотивационного какого-то спикера, куда ты пришел на семинар, тебя вдохновили, зарядили, и ты ушел. Это не есть Евангелие. С другой стороны, есть перекос, где люди только фокусируются на греховности, где постоянное давление, что ты недостаточен, ты греховен, ты плохой, ты плохой, ты плохой, всегда таким будешь. Да, и аминь, но где же Божья благодать, где радость во Христе, где понимание того, что несмотря на нашу греховность, Он покрывает нас своей праведностью и восстанавливает отношения с Отцом. Поэтому и обличение абсолютно имеет место. И ободрение абсолютно имеет место. Но самое важное, это чтобы человек, благовествуя, передавал любовь. Очень часто наш личный евангелизм склоняется к тому, вот я тебе сейчас скажу всю правду, матушку. И вот как хочешь принимай, зато я борец за истину, я тебе сказал, а ты что хочешь, так и делай. Друзья, это делает больше урона, чем добра. Первая Коринфянам, тринадцатая глава, с первого по третий стих. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имеют, то я медь звенящая, или кимвал звучащий. Здесь говорится о том, что ты бряцающая тарелка, которая просто пустозвонит, вот звук сотрясает. Что самое главное, пищи там никакой. Да, это бесполезно. Поэтому такой евангелизм, он может говорить правильные слова, но без любви он бесполезен. Поэтому, друзья, всегда доносите благую весть Евангелия Христа с любовью, молитесь, и Бог даст вам правильные слова, Дух Святой скажет через вас то, что нужно сказать. Спасибо большое. Коротко еще кто-то хотел бы что-то добавить в этом поводу. Я думаю, очень важно... Я думаю, Говорите, говорите. Я думаю, очень важно показать соседям нашим или на работе, где мы работаем, наш внутренний мир, чтобы у нас было спокойствие, добродушие к людям, показать, что мы с Господом, и мы верим в то, что Господь проведет через эту ситуацию, помолиться вместе с этим человеком, предложить ему... У нас на работе даже есть такой момент, то, что американец, с которым мы работаем, он говорит, давайте будем молиться, как бы призывает к этой молитве, понимает, и когда ты молишься, и рядом видеть человек стоит молиться, что ты молишься, молишься за него, благословляющую семью, это очень важно. Особенно в это время люди очень воспринимают, когда за них молятся, в этой ситуации тяжелой, поэтому, доблославитый Господь, чтобы вы показали своим примером, и молились вместе с своими окружающими, от которых вы близко находитесь. Пастор Ярослав очень коротко. Друзья, очень коротко. Люди должны услышать две вещи. Истину и нашу милость. Мы как врачи, мы как служители должны сказать, люди есть выход. И что еще важно, я хотел бы сказать, как Малахи говорит, тогда увидите разницу между служащим Богом и неслужащим, чтобы показали действительно христианство из Писания, как нас Господь учит, и как мы научены, и что в нас в сердце. И смогли передать, и чтобы так это передавалось, чтобы люди смогли нам поверить. Спасибо. Иисус говорит, вы свет мира, вы соль земли. Должны ли мы? Должны. Как было сказано, самое главное, любовь. Есть два мотивационных подхода. Высказаться, просто провозгласить истину и попытаться быть услышанными. Иисус всегда хотел быть услышанным. И Он прибегал даже к параболам, к притчам, когда, как мы говорим, к киносказаниям. Для кого-то, может быть, это басни, и кто-то считает это невозможно. Но Иисус не беспокоился о том, как Его будут воспринимать так называемые праведники, а Он беспокоился, как Его услышат люди, и что они услышат, и какой вывод они сделают. И Он хотел, чтобы был один вывод. Придите ко мне и реакция на этот призыв. Вопрос философско-теологический, если можно так сказать. Как мог ангел возгордиться, если это человеческое качество? Ну, человеческое ли это качество, гордость? Как гордость могла быть на небе? Ну, вот. Я хотел бы ответить, если можно. Да, Владимир. Мог, потому что была возможность, скажу так. Если мы говорим за личность, лукавый дьявол это личность, там присущи разум, чувство воля. Воля предполагает право выбора, друзья. И такое качество, как гордость, присуще было дьяволу. У гордости всегда есть один момент, друзья. Она всегда конкурентная. Она хочет быть здесь не лучше, то хотя бы на равных. Помните, когда я зарождается в его сердце зарождается гордость? Он говорит, буду подобен Всевышнему. Он хотел быть равным Богу. У гордости есть всегда один девиз. Я заслуживаю лучшего. И дьяволу это было присуще, друзья. Небо не исключает право грешить для архангела Гавриила. Он согрешил. Божья природа, она исключает гордость, потому что он совсем другой в своей сущности. Его нравственная сущность это святость. Там гордости нету. В тот же момент если врезана с людей гордость рождается человеческая гордость в Эдемском саду. Если бы у нее был паспорт, был бы Эдемский сад. Если бы были бы дети, первое было бы, наверное, неблагодарность. Еще кто-то? Хотел бы добавить что-то. Друзья мои, действительно, гордость это то зло, которое Бог не приемлет ни в какой форме. Никак. И Библия говорит, что именно через гордость вот это творение Деница Сын Зари был снисвергнут. Поэтому очень важно рассуждать на эти темы, но это не самое главное в нашей жизни. Главное, чтобы эта гордость не поселилась в нашем сердце. Потому что поселяясь в наше сердце, она произрастает и приносит много вреда. По сути, она разрушает нас. Она превращается в гордыню, а гордыня разрушает человека полностью. Пусть Бог хранит нас от этого. Я думаю, что наше время подходит к концу, и я хотел бы, чтобы каждый из вас очень коротко какое-то пожелание оставил для наших зрителей, для наших слушателей, для того, чтобы ободрить, поддержать и вселить надежду. Пожалуйста, начнем с вас. Если вот смотреть на характер Бога, если смотреть на характер Бога, и вот, как Бог поступал в Священном Писании, то мы видим вот такую вот одну особенность, что Бог спасает нет от огня, а в огне. Мы видим то, что Бог спасает не от бури, но в бури спас. Мы видим то, что именно Бог проводит нас через какие-то обстоятельства, чтобы испытать веру нашу. И поэтому да благословит вас Господь в том, чтобы ваша вера вот испытанная оказалась драгоценнее вот этого металла, золота, чтобы Господь был с вами и хранил вас в этом, в этих обстоятельствах. Поэтому да благословит Господь ваши семьи, вас благословит. Я хотел бы пожелать, ну, Христос когда говорит о верующих, законы царства Он дает, да, Он говорит, что служение Богу, оно выражается в глаголах. Корми, пои, одевай, посещай, посещай. Посмотрите внимательно, кого вы можете посетить в эти дни, может быть, старших людей, они не могут зайти, зайти, допустим, в элементарный магазин. Зайдите к ним, друзья, вы будете тем ангелом, который придет к ним, вы будете тем передатчиком благодати Божьей, который может быть. Это время для благословения. Ганди когда-то говорил так, что даже Бог не может проговорить к человеку, кроме как, к голодному человеку, кроме как через буханку хлеба. Скажу так, благовестие должно быть инвестировано сначала добрыми делами, часто бывает, но не остаться на уровне добрых дел. Благовесть должна потекти через нас в второй момент. Если вы верующий человек, помните, Христос говорит, в мире будете иметь скорбь, мужайте себя победил мир. Христос говорит, не можете, а будете. То есть, реальность такова. Если говорить за благовестие, люди будут спрашивать, где Бог. Просто скажите, Христос, когда говорил о Силамской башне, когда были неприятности, упало, убило людей. Когда Ира царь сделал много зла, он просто, ответ его был просто, если не покаетесь, погибнете. Предложите людям покаяние, друзья, в этот момент. Спасибо большое, пастор Ярослав. Друзья, я буквально недавно на нашей встрече, видео, говорил, что вот через мое сердце проходит эти дни. И хотел всем, всем нашим друзьям сказать, да, мы привыкли сидеть в собрании, смотреть на проповедника, иногда даже дремать, но вот сегодня пришло время. Сегодня пришло время. Я не знаю, как вы сегодня слушали собрание. Возможно, рядышком был попкорн или кока-кола. Я не знаю. Но я хочу сказать, пришло время сегодня личных, личных взаимоотношений с Господом. И вот этот стих Аввакума 2.4, конец стиха, который говорит, а праведный своею верою жив будет. Павел два раза это вспоминает в Новом Завете еще послание к евреям третий раз. Там нет слова своей. Ну мне что-то так это слово сильно запало. А праведный своею верою жив будет. Это очень важно, друзья. То, что не даст тебе пастор, ни через родственников не придет. Не заразишься своей верою. Ты должен иметь такие отношения. И это дар Святого Духа, иному вера, тем же духом. Поэтому, друзья, это время позаботиться о своей личной вере, спасающей вере в Господа. Спасибо большое, пастор Василий. Друзья, хочу сказать, что коронавирус не удивил Бога. Коронавирус не появился как сюрприз для него. Он не появился, вот этого я не ожидал. наш Господь это тот же самый суверенный Господь, который был суверенен, был создателем, любящим Отцом, восстановляющим отношения, когда происходило и 11 сентября, и вирус Эбола, и когда крестовые походы происходили, люди умирали, и когда народ израильский из Египета выходил, он неизменный любящий Бог. В Его власти все. Он любит тебя, Он любит меня, и Он хочет восстановления отношений с собой. Пусть эти обстоятельства, которые происходят в мире сегодня, перефокусируют наши мысли, наши сердца на восстановление отношений с Отцом. И пусть Его имя прославится таким образом. Павел к филиппийцам 4 глава 19 стих говорит Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Иисусом Христом. Иисус Христос богат своей славой. Это то, на чем нам нужно концентрироваться даже в сегодняшних обстоятельствах. Спасибо большое. Заканчивая наше общение, нашу вот эту встречу, беседу, хотелось бы также сказать несколько слов буквально. Знаете, сегодня время испытания нашего фундамента, на чем мы строили. И кто-то строил на славе, кто-то на популярности, кто-то на бизнесе, деньгах. А, вы знаете, царь Давид когда-то говорил так, иные колесницами, иные конями, то есть, другими словами, кто-то бизнесом, кто-то машинами, кто-то своей собственной красотой, длиной ног, простите, или длиной волос, кто-то, может быть, своей одеждой или счетом банки хвалится. А мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Друзья мои, именно в это время мы должны хвалиться и перевозносить имя Господа Бога нашего. Он должен сиять, потому что спасение в Нем, и как было только что сказано, Иисус Христос является вот этим фундаментом, на котором нужно строить, которым нужно хвалиться, и смотрите, что произошло. Вот все эти, которые на банковских счетах, на своих дорогих автомобилях, на шикарных домах, возможно, на своем собственном таланте или образованности строили свою жизнь, они поколебались и пали, говорит Давид, а мы, а мы устали и стоим прямо. Друзья мои, поднимайтесь, стойте прямо, поднимайте ваши головы, и Иисус когда-то сказал, когда увидите все то, что происходит, не бойтесь, поднимите головы ваши, ибо близок день вашего избавления. Пусть Господь благословит вас, пусть радость наполняет ваши сердца, пусть свет горит в ваших глазах, и благодать Божья проявляется через нашу жизнь, на всех окружающих, на всех тех, кто рядом с нами. Спасибо большое, что были с нами. Good News Church, или Благая Весть, Церковь Благая Весть, ждет вас каждое воскресенье, следите за нашей рекламой, учитывая вот это последнее изменение, которое происходит в мире, мы даем дополнительную информацию, вы можете следить за этим, и следовать за нами, будем рады, благословений вам. Спасибо большое, что были с нами. До с вами, даем.